Привет всем! У меня сегодня возникла неожиданная тема, внезапно, внезапно возникла, внезапно появилась необходимость выговориться. Дело в том, что в нашей, в общем-то, довольно адекватной школе, на мой взгляд, провели довольно неадекватное анкетирование. Расскажу, как оно выглядело и о чем вообще речь. Речь шла о травле в школе. И это был просто классический пример анкетирования, которое непонятно для кого составлено и непонятно на какие результаты они рассчитывают. Сразу хочу объяснить, что я в детстве сталкивалась с травлей и в процессе, впоследствии я очень много прочитала насчет того, как это предупреждать, как с этим работать и так далее. Поэтому я уже заранее была немножко, чуть более, я думаю, подготовлена, чем подавляющее большинство родителей, которые с травлей не сталкивались и не очень представляют, как об этом говорить. И поэтому, когда я проводила это анкетирование с Евкой, предполагается, что это родитель задает эти вопросы ребенку и записывает, что он там ответил, или даже более старшие дети должны это писать сами. Но у нас дочь первоклассница, я ее, понятное дело, опрашиваю и сама потом все это писала. Ну, скажем так, из этих вопросов они ничего не добьются, я так считаю. Давайте объясню, почему. Во-первых, первый же вопрос о том, травят ли тебя. Сформулирован был таким образом, что в список того, да, хорошо, что они разобрали вопрос, что такое, собственно, травли. Потому что в основном дети очень трудно, сложно представляют себе, что это вообще такое. Они разобрали, что травли – это когда тебя обзывают плохими словами, толкают, прячут твои вещи, пишут себе гадости по телефону, через интернет, через смс и так далее. То есть вроде как они все расписали, но проблема в том, что они не уточнили, скажем, насчет того, насколько часто это должно, например, происходить, каким образом и так далее. Потому что так получается, что ты спрашиваешь у ребенка, тебя когда-нибудь плохими словами называли? И ребенок вспомнит себе сотню случаев, когда его одноклассники, друзья называли его плохими словами. Можно даже сказать, да, вот буквально вчера было. И я не знаю, хватит ли у каждого родителя терпения и понимания спросить о том, что же это, собственно, было. Потому что, может быть, ребенок поссорился со своим мужем другом, стояли они друг напротив друга и там взывались. Ты бак, а ты там пиписька, да, ну, как обычно у детей бывает. Или тоже поссорились и там толкнули друг друга или что. Или действительно в качестве шутки спрятал вещь, но все, в принципе, были довольны ситуацией, там, посмеялись и так далее. То есть я подозреваю, что у них будет очень много ложных сообщений о травле, в которых реальные истории просто потонут. А очень часто реальные истории останутся за бортом, потому что ребенку будет стыдно об этом говорить. О настоящей травле ребенок, скорее всего, рассказывать не будет. И я подозреваю, что если эту анкету заполняют взрослые дети сами, они об этом писать не будут. Ну, я, по крайней мере, помню, насколько было мне тяжело говорить. Не будут дети это писать, просто не будут, им стыдно. Дальше, дальше хуже. Потому что, ладно, допустим, я предполагаю, что если ребенок отметил, что его там бьют, вещи отбирают, деньги отнимают, то какое-то количество действительно неприятных случаев удастся выявить и разобрать. Но дальше у нас все хуже. Дальше у нас следует вопрос, травишь ли ты кого-нибудь? Нет, реально. Если мне сейчас, взрослому человеку, задать этот вопрос, я не уверена, что я смогу на него честно и абсолютно точно ответить. Знаете почему? Потому что очень трудно человеку сказать, что он занимается именно травлем. Всегда есть какое-то оправдание, всегда есть оправдание, почему человек это делает. И просто описать те вещи, которые человек делает по отношению к другому и спросить его, а почему ты это делаешь? Это недостаточно. Это должны быть более тонкие вопросы, которые задаются ребенку более так вот обходя. То есть, кажутся ли тебе там поступки твоих товарищей странными? Что ты делаешь в таких случаях? И так далее и тому подобное. Потому что именно так оно и выясняется. Ну, скажем, я реально видела и сообщала в школу ситуацию, когда одного и того же мальчика два дня подряд в школу гонит толпа детей. Гонит по улице, да. И из-за этого он один у нас упал. И дети не будут говорить, мы его травили, мы его гнали, потому что нам было весело. Они скажут что-нибудь другое. Понимаете, они скажут, я просто рядом бежал, я ничего не делал, это была шутка и так далее и тому подобное. Или вот еще вещи, которые я сейчас как раз хотела поговорить. Не потому что это травля, а потому что это просто довольно дурацкие шутки, которые могут плохо кончиться. У детей есть сигнализации на ранце, которые используются для того, чтобы предупредить. То есть если ребенок чувствует какую-то опасность, если на ребенка там кто-то идет, не знаю, ребенок за эту штуку дергает. Она начинает дико вопить, и тогда все вокруг знают, что что-то случилось. Я лично наблюдала, как какая-то девочка просто в воспитательных целях дернула Евке вот эту вопилку. Так что она заорала на весь школьный двор. То есть я подозреваю, что это не единственный такой случай, что они так реально делают. Они делают это, когда им кажется, что там друг недостаточно быстро идет из школы, или там затормозил, достал мобильник, там такое все. Но получается, как в той самой сказке про волков. То есть они будут дергать, 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 потом жители окрестных домов просто перестанут на это обращать внимание. И Евка предупреждена, что такие вещи делать не стоит. То есть получается, что какие-то дети на этот счет не предупреждены. Такие вещи нужно по-другому выяснять. Ребенок не признается в том, что он именно что травит, он издевается над одноклассниками. Ну, камон, кто это будет делать? Как? Как вы себе это представляете? Как вы себе это представляете? Как ребенок будет отвечать? Да, я там кнал своего одноклассника в школу, потому что это весело. Я там хотел поиздеваться над своей одноклассницей, поэтому спрятал ее вещь. Нет. Всегда у него будет оправдание. Он это делает, чтобы объяснить товарищу что-нибудь, чтобы научить его о чем-нибудь. Он это делает, потому что товарищ его до этого обидел месяц назад. И поэтому он уже в течение месяца ему делает вот это вот в качестве мести. У ребенка всегда будет оправдание. Нельзя задавать такие вопросы. Они ни к чему не приведут. Они получат просто ответы нет, 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 конечно же нет. И все. Опять же, нет возможности в самой макетировании, не было возможности описать случай, что конкретно случилось. Только вот это отметить вариант ответа, отметить, не издеваешься ли ты над кем-то. И написать в конце, что бы ты хотел, чтобы по этому поводу было сделано. Блин, что бы я хотел, да? Ребенок вам напишет в подробностях, что бы он хотел сделать со своими одноклассниками, которые над ним издеваются. Опять же, это довольно странная формулировка вопроса. Что бы вы хотели? Хотели бы, чтобы этого не было. Хотели бы, чтобы вы, дорогая школа, дорогие учителя, больше внимания обращали. Я считаю, что это такие ангетирования. Просто чтобы отделаться. Провели работу, да? Может, потом по их результатам чего-нибудь там будет проведена, какая-нибудь беседа с детьми, в котором им сто раз скажут одно и то же, о том, что и джима – это плохо, травить нехорошо, нужно то, нужно сё. Но, опять же, не объясняют конкретно, что непосредственно нельзя делать или что можно делать, или что делать в таких случаях, когда, собственно, возникает травля. И я не хочу, чтобы в данном случае опять возникла, ну, это Япония, это такой менталитет. Потому что давайте будем честными. Они делают хотя бы что-то. В Японии поняли, что в школах происходит травля. И теперь хотя бы вот таким зачастую довольно дурацким способом пытаются с этим справиться. И с другой стороны, даже такое дурацкое ангетирование, возможно, заставит ребёнка задуматься о том, что происходит вокруг него. Может быть, он начнёт искать эти признаки. Там был ещё один вопрос, который мне как раз понравился, о том, замечал ли ты и джима вокруг себя, и что ты в таком случае делал. И здесь ребёнок, возможно, поймёт, что он поступал неправильно. Что вот он посмотрел со стороны, да, и ничего не сделал. А может, надо было пойти и кому-нибудь об этом рассказать. Может, надо было вмешаться и сказать, ребята, что ж вы делаете? Ну, и так далее, и тому подобное. То есть, хотя бы что-то делается, и я уже благодарна за это. Потому что, ну, я подозреваю, что в моей родной Латвии сейчас конкретно делается ровным счётом ничего. Я практически в этом уверена. В моё время было так. И я сомневаюсь, что что-то сильно изменилось, и что в школах теперь действительно проводят даже какие-нибудь ангетирования по поводу травли, или рассказывают детям об этом. Да ничего не делай. Будем честными. Закрывают глаза. Как оно всегда было. И я помню, был очень странный момент у меня в университете. Мы тогда как раз говорили, у нас был семинар про социологию Японии, да, и на этом семинаре мы внезапно стали говорить о травлях в японских школах, и говорили об этом как о таком изолированном феномене, да, травле в японских школах. И это уже начали объяснять японским менталитетом, культурой и так далее. И тогда я не выдержала, встала и поинтересовалась. Ребят, а о чём мы обсуждаем это вот так, как будто кроме Японии этого нигде нет. Вот это есть у нас в Латвии, в наших латвийских школах. Давайте сравним в конце-то концов. И я встретилась с полным непониманием со стороны моих однокурсников, потому что, а что тут сравнивать, да, в Японии это японская травля, а у нас в Латвии, ну что там у нас, какая-то там у нас травля, да. А вот такая. За то время, пока я училась в школе, да, вокруг меня где-то, я знаю, как минимум три случая, когда школьники кончали с собой. И, по всей видимости, все знали, что это из-за травли в школе, все знали, что потому что с ними плохо обращались одноклассники, что их травили, что по этому поводу делалось. Ничего, замалчивалось. Наоборот, в школе было очень неуютно об этом говорить, понятное дело. Давайте просто признаем, что это есть везде. По всей видимости, если это существует везде, то это какой-то общий, не знаю, механизм. Не японский, не латвийский и так далее. Может, это общечеловеческий механизм. И справляться с ним надо, как с общечеловеческим механизмом. Так же, как мы справляемся с другими проблемами, типа убийства, там, воровства и так далее. Ну вот, давайте так же будем справляться с травлей. Абсолютно то же самое. Культура может накладывать отпечаток. Оно может принимать какие-то особые черты. Например, в более, скажем, в обществах, которые больше ориентированы на коллективизм и так далее, дети будут больше говорить о том, что они, допустим, травят своих одноклассников, потому что хотят прекратить какие-то нехорошие, по их мнению, действия со стороны этих одноклассников, допустим. И да, действительно, то есть я подозреваю, что в японских школах в целом травят в образовательных целях чаще, чем, скажем, в латвийских. В латвийских это может быть возможность получения лузов за счет странненьких учеников. Опять же, какая-то, собственно, снятие фрустрации от того, что вот у тебя рядом какой-то непонятный чувак, и он тебе не нравится и так далее. Нет это разрешение конфликтов, когда ты не просто сам издеваешься, но еще и привлекаешь всех окружающих, чтобы таким образом получить, повысить свой авторитет за счет некого аутсайдера. И такое может быть. То есть все это можно рассматривать. В каких странах чего больше, в каких меньше. Вот это да, это стоит делать. Рассматривание любого общечеловеческой проблемы как некий отдельный культурный момент, отдельный случай в отдельной стране, на мой взгляд, всегда дает очень странные результаты. Рассматриваем травли в Японии, и получается, что, о да, это японский менталитет, это культура ответственная. Да, хорошо, замечательно, а почему тогда травли существуют в других странах, где нету этого самого японского менталитета, где нет тех самых элементов культуры, которые в Японии якобы отвечают за травлю. И так далее, и тому подобное. Вот это реально бесит. Выговорилась про травлю, спасибо большое. Да. Ну и в конце совета, даже можно сказать, просьба. Пожалуйста, почитайте что-нибудь о том, что реально, чем реально является травля, и как ее предотвратить. Говорите со своим ребенком, и говорите не только в том плане, что как бы тебя не травили, но и в том плане, как бы ты никого не начал травить. Объясните, что фрустрация от поведения другого ученика не дает ребенку, например, права даже в образовательных целях что-то с этим учеником делать. Ну нет, у него такого права. Хочешь, чтобы твой друг, твой одноклассник вел себя по-другому, ну поговори ты с учителем, сделай что-нибудь другое, поговори с ним по душам, но при этом без обзывательства и без попыток что-то с ним сделать. И тогда, я думаю, будет намного лучше. Ну, я так надеюсь, по крайней мере. Спасибо за внимание. Пока-пока.